8 апреля в здании администрации сельского поселения Пешковское состоялось публичное слушание. Тема обсуждения – изменение вида разрешенного использования земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на общественно-деловое и гражданское строительство. Собственник земли на слушание не приехал, и потому сотрудники администрации решили начать без него. У нас, в принципе, заинтересованного лица нет, который первоначально подал нам заявление. Поэтому, в принципе, можем послушать сторонних жителей. Сторонним жителям, а точнее возмущенным до предела соседям этого участка, было что сказать. Нас это не устраивает. Выкупил все земли вокруг нашего дома и переделает под общественно-гражданское строительство. Из шести участков, которые уже на себя оформил, мы вот успели на одно слушание, на последний этот участок. Андрей Пахалюк, владелец земли, о которой идет речь, уже имеет опыт строительства производственных объектов на землях под ИЖС. В деревню Дурыкино не первый год функционирует автотехцентр. О том, какие прелести достаются его соседям, и рассказали жители деревни. Производственное помещение должно находиться 50 метров от жилого дома. У нас захватывается три дома. Дом 12, дом 12Г и дом 13. Он красит, когда, да, он говорит, что, вот работник говорит, у нас такая, говорит, покраска, она горячая какая-то, ну, какая-то спецтехника, что там, я не знаю. Ну, когда вот это выдувается все оттуда, да, вы знаете, от что нам воняет? Вот эта штука воняет краской. А у нас котел, который у него, постоянно я живу на аэропорте. Аэродром, аэродром. У-у-у, так, у-у-у, ни окно нельзя открыть, ничего. Это просто ужас, ребят, вы бы хоть в гости пришли, да, посмотрели. Недовольные жители говорят, что не раз обращались за помощью в Пешковскую администрацию, но не получили там должной поддержки. Мы уже от незнания, от жителей писали жалобу, подписывались, есть телефоны, есть адреса, приходили им ответы, что обращайтесь в Пешки. Когда мы пришли 13-17 марта Гольцеву Николаю Юрьевичу, он нам сказал, обращайтесь к Якунину Александру Владимировичу. Я тут как бы это не решаю. Мы напросились в гости к одной из участниц слушания, и уже через четверть часа были у нее дома. О своем знакомстве с соседом она и поведала нашей съемочной группе. Сосед появился, хотели узнать, что он будет строить, какой жилой дом. Он нам не давал ответов, ничего не говорил. Сказал, узнаете потом. И весной 2011 года он выстроил автотехцентр, стену, которая загородила нашу южную сторону, заслонила полностью дом наш и участок, на котором мы сажаем, это наш огород, сажаем зелень, огурцы, помидоры. И еще сказал, что у вас ничего расти теперь не будет. Удивительное дело. Живя в деревне, имея собственные колодцы, жители деревни, чьи дома находятся вплотную к этому автотехцентру, вынуждены покупать питьевую воду. Ведь его владельцы вырыли несколько ям, в которые сбрасывают отработанные жидкости. Согласно результатам экспертизы, которую за свой счет провела наша собеседница, теперь пить воду из колодца уже нельзя. Мы обратились за комментариями к представителю техцентра. Кстати, для него наш визит не стал неожиданностью. После слушаний, которые прошли сегодня в 10 утра, хотя я там сам лично не присутствовал, просто я уже в курсе того, что там произошло. Как вышло, что не явившись на слушание и не прислав ни одного из своих представителей, хозяева сервиса уже в курсе событий. Неужели в стенах Пешковской администрации у них есть осведомитель? Или того хуже покровитель? Пешковская администрация нам на сегодняшний день на встречу идти не хочет, аргументируя это тем, что им не нужны проблемы с населением. То есть с местными жителями, которые живут. Потому что зачем ворошить осиное гнездо, как говорится. Вообще, если уж говорить об аллегориях, то все, что мы здесь увидели, напомнило встречу немецкого танка «Тигр» с мирным населением. Огромная стальная лощеная махина, которая целится своими выхлопными трубами и стволами прямо в детскую, что находится на втором этаже обычного деревенского дома. Хочется заметить лишь одно. В 42-м, как раз где-то в этих местах, уверенных в себе захватчиков, ждал неприятный сюрприз. Люди, которые до конца готовы бороться за свой дом. Дмитрий Щетинин, Евгений Корнилов, Солченогорское телевидение, информационная программа «Наше время».